У нас получается 16 человек. В общей сложности вы тогда дали список, это малообеспеченные семьи и пенсионеры. Значит, мы всех отработали, администрация тоже быстро, оперативно все это сделала, мы это сделали. Мало того, мы еще нашли одну компанию, Галамарт такая называется. Я договорился на 20 коробок помощи. Это помощь к Дню защиты детей. Они, соответственно, делают помощь из двух пакетов. Один пакет это для детей от 0 до 3 лет или от 6 до 9. И второй пакет это первая необходимость, стиральные парашки, щетки, то есть вся бытовая химия. Мы с администрацией тоже решили, что половину пакетов, половина помощи пойдет на наш округ, а половину помощи мы сделаем по другим малообеспеченным семьям Красногорскому. В течение недели, конечно, были вопросы у нас по и Пашинской поймы, и по дезинфекции улиц. Вот мы их тоже, в принципе, все отработали. Вот что у нас было еще. По поводу МАЭСКО, значит, мне скинули буквально позавчера представителей. Старая власть, как мне сказали, которая у нас была на приеме. Они вот сейчас дела должны сдать и все. Но скинули новые контакты, мы с ними познакомимся. Просто говорю, как бы эта неделя была, она очень такая напряженная. С утра до вечера мы практически работали. Пришли две квитанции людям на город. Организации, которые банкрот, которые уже нет. Простите, это дело прокуратуры. Я вот так быстро пробегусь. Значит, здравствуйте, я Илья Романов, официальный представитель МАЭСКО. Значит, в ответ на ваше обращение об оплате услуг электроснабжения сообщаю. Если абонент МАЭСКО получил квитанцию, в которой начисления сформированы по нормативу, потребитель может подать заявление в формате свободного обращения на перерасчет в личном кабинете клиента Мосэнергосбыт. База передана халатно. Номера, которые присвоил МАЭСКО, десятизначные, не подходят к собственникам. Они не ищутся или ищутся номер, но там абсолютно другой собственник. Ищем по номеру прибора. Такая же история. Что у нас осталось? Организации, в которой нету КЭСа, присланы квитанции на весь город, двойные квитанции. Мы будем заниматься с общим заявлением в прокуратуру? Да, конечно, Максим сделается. Всему дому такое же пришло с МАЭСКО. Неправильные показания. Мы писали неоднократно письмо в электронную почту, на которые они не отвечают. Абсолютно даже. Не таким образом. Дальше. Александра. Как у вас дела? Дом стоит. Маячок, который у нас установлен инженерами управляшки, он пока движется. Но там уже балки двигаются потихоньку. Они, конечно, за счет того, что противоаварийную опору поставили, это сдерживает. Но дом тяжелый. Сейчас все дома сидят. Ну, в доме, я имею в виду, люди же сейчас меньше на улице. Поэтому балки у нас двигаются. Потихоньку мы проседаем вниз. И надеюсь, что до конца изоляции мы простоим, ничего с нами не случится. Нет, вообще, какие мы движения есть? Потому что я с прокуратурой разговаривал, ну, где-то полтора месяца назад. Они говорят, да, мы отписали. Потом замом по безопасности себе проговорил, да, мы все сделали. И в первую очередь должны расселить вот этих вот 7-8 квартир. Какие-то именно движения? А с прокуратуры, прокурор, который ведет наше дело, я с ней на связи. Мы с ней периодически созваниваемся. Прокуратура ждет, когда снимут уже ограничения. И они будут иметь возможность либо выехать в администрацию, либо вызвать администрацию. Мы обсуждали вопрос демонтажа вышки. И под конец пришли. Я задала вопрос, можно ли, в общем, нам как-то выяснить момент расселения аварийных домов. Меня возмутило, на самом деле, я верю, юрист задал вопрос, ну, вы же знаете, что там опасно. Ну, вы же туда идете каждый день, возвращаетесь в этот дом. То есть, на мой вопрос, а куда нам возвращаться, жильцам этих домов, да, у них нет ответа. Когда я ему говорю о том, что первомайская семья не может ждать первомайской семьи на 16 марта, это угроза и обрушения, он говорит, ну, что я могу сделать? У нас нет денег, у нас нет жилья. Да, у вас это оптический переулок, дом 1, правильно? Да, ну, в принципе, тепло у меня до сих пор нет. Вы знаете? Первомайская тоже нет. Илья Сергеевич, пионерскую школьную завтра, ну, сегодня в ночь, завтра с утра включат. Пишет письмо официальное нам на школу со сведениями. Мы, сами знаете, у нас на пионерской. Пионерскую школьную завтра с утра включат. А первомайская нужно узнать, включат или нет, мы замерзаем. Да, да, да. Ну, теплый бетон, завтра плюс. Я хотела вот про первомайская 12 и 11. У нас каждый раз возникает вопрос про внутриквартальную дорогу, с которой идет все время у нас непонятная такая информация. Онлайн нам говорит, что это половина дороги, это не их уборка, а только после дома 5 метров отходит. А вторая половина дороги получается грязная. И нам говорят, что это администрация должна убирать. Я говорила, что эта городская территория должна обслуживаться именно муниципалитетом. Девочки, могу отметить, что у меня такое же безобразие было в районе улицы Речной. Я решила вопрос, ну, естественно, совместно с Ильей Сергеевичем. За 20 минут была бригада в ливень. Мне все убрали, все сделали. Маски кому-нибудь нужны? Я просто, в принципе, 100 штук на неделю могу еще достать, дать кому-то из домов. Ну, сами понимаете, чтобы это... Можно первомайская 12 нужны. У нас многодетная есть, я многодетная мама. У нас позавчера была уборка на территории детской площадки. Меня волнует вопрос по нашему всему детскому оборудованию, которое он сказал, оно мне сделано не по сампиму. Не покрашенное, половина сломанная. Песок уже давно не менялся, именно песочница, которая должна меняться каждый год. Я завтра этим занимается Дмитрий, это его, что дезинфекция, что уборка. Я завтра ему позвоню. Нам помочь бы вообще сделать площадку хорошую, чтобы дети играли. Детей очень много в этих площадках. Подождите, а так у вас она, получается, не входила в благоустройство? Не делай, это старая площадка? Нет. Дома аварийные. Конечно, там не что-нибудь. Пока ограничения сниматься не будут, раз в неделю мы всегда будем выходить. Но, как ни крути, мы всегда можем к вам приехать в любое время суток. Если какие-то вопросы, всегда звоните. Мы можем помочь. Что по полиции, что по уборке, что по всему. То есть, ну, сами понимаете, да, все в мерах наших возможностей. Есть, что быстро решается, есть, что медленно. Вот. У меня большая просьба к старшим домам. Значит, я, когда пандемия пройдет, у меня помощники с вами свяжутся. Мне нужен большой полный список по вашим домам. Именно социальные вот эти группы. Многодетные, кто есть, инвалиды, кто старики, кто живет одним. Просто у меня должен быть полностью список. У меня есть возможность это делать регулярно, помогать. Что касается лекарств, мне нужно написать, какое лекарство. Именно название лекарства. Когда она там последний раз получала, допустим, инсулин. Именно какой инсулин. И еще там к инсулину требуются тесты определенные. Полот, да. Да, да, да. Какой именно фирмы. Потому что без этого я не могу взять. Рад был всех видеть. Все вопросы точно решаем. Все мои телефоны, помощников знаете. Давайте. До свидания. Спасибо, всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания.